после нового года в этом лесу мы еще не были хотя я все время хотела сюда попасть лес унылый скучный стелек красивые трутовики стали коричневыми они были чисто-чисто беленькими теперь они коричневые это не первые грибы которые я сегодня нашла я первым делом нашла черные дрожжалки я их снимать не стала там вообще деревья попадали ветки обломились и на этих ветках очень много было черных дрожжалок на обратном пути заберу тут целую ветку одну веточку небольшую возьму возле гаража там брошу буду наблюдать как они растут а вот это самое вот вот этот вот сниму одна ветка там черными дрожжалками очень большая много их валяется они уже отвалились почти что от ветки ну вот не растут мои дрожжалки ни в какую еле-еле вот наверно съем какой-нибудь прямо сейчас вот эту возьму и съем ну раз я сюда приехал на дышать какое-то удовольствие получить витамин вот эти не буду трогать они какие-то немножко может переспели они чего-то не выросли вон там растут сейчас покажу вот эти уже получше вот они растут говорят растут они круглый год но летом их не видим из-за зелени а зимой они очень заметны хороши красивые ну он тут пойду съем а эти пусть растут и малюсенький вон там по всему стволу ну вот крепидоты вполне такие мягкие приятные грибочки сейчас возьму парочку штучек правда бульон от них очень горький я пробовала но наверное пару штук я все таки возьму для ароматов суп пусть он будет горький вот какие красивые они мягкие как раз это их пора наверно сейчас они растут вот но не тот что-то не приспособлюсь на эту камеру снимать никак кто я привыкла к этой никак не привыкну не вижу трубочки здесь трубочки вот что это такое или настройками какие-то не такие и эта камера гораздо лучше на самом деле она стоит 29 по моему тысяч 5 тысяч скидка смысле на камеру и на 5 тысяч она дешевле но держишь не в том а дело в том что эта камера очень хорошая у нее хорошая матрица отличная камера понятно у каждого как у человека у животного и у грибов свой срок жизни вот и дрожжалка она уже большая и она уже как бы хочет упасть вот она какая оказывается вот эта дрожжалка черненькая хорошая свежая я ее возьму сейчас я их и возьму себе вот они какие хорошенькие симпатичные держалочки а вот это как желе она просвечивает даже он коричневатый у нее там внутри мякоть а здесь они как цветы точно я их возьму и брошу с фламулинами в суп а фламулины я знаю где есть мы их оставили подрастать и мы найдем но так как их все равно мало добавлю я вот этого немножко ведьмина масла ведьмина зелья так их еще называют ведьмина масло сварим и попробуем ну я их варила они вкусные грибной запах такой это чистый белок грибной они не расползаются они крепенькие такие мягкие супчики смысле ну что ж идем дальше надо брать и на нем дрожжалка мы ее увидели прямо на земле валяется прутик не прутик я возьму с собой наверно или съесть эту дрожжалку уже все равно мы потом не найдем ну ладно посмотрю сейчас ну ладно даже не знаю надо взять этот пути как-то в корзинку положить дрожжалки оранжевые маленькие прям маленькие малютки совсем их очень много мы это дерево знаем и сюда и приходим только толку мало потому что они плохо растут очень-очень медленно мы уже съели отсюда несколько штук вот и все на этом больше не буду даже и проверять на них к лету только если вырастут может быть ой печально конечно съехала немножко не понимаю ладно вот тебе урожай фламулина и одна но как же я могу их пожарить и попробовать жареные если их и вовсе нету космосе есть грибы едят железо везде есть грибы а в лесу их так мало они должны быть везде я стояла на этом пне шикарном много фламурин было крупные мы взяли а маленькие оставили так они еще маленькие он выросли поломать не будем потому что маленькие все переломаем этим льдом лед и не будем трогать этот пень пусть они растут может быть когда-нибудь растает мы придем пусть растут ну вот этот возьми да один возьми и муж ешь и ешь хотя ты сырые не ешь нет а я ем я потом его и съем вот пень конечно шикарный хороший знатный зелененький ой ветки эти камеру только свою зацепила вот такой хороший пень ну и грибы в снегу им там текло маленькие держалочки раньше я много лет их не собирала один однажды я их нашла увидела сняла и забыла о них и больше я их не собирала а в этом году я ими заинтересовалась том же желтых мало ну вот хоть черных попробуем для разнообразия и дрожжалки это иксидия железистая они тоже бывают немного разными вот эти даже коричневатый сорт такой коричневый я уже съела одну желтую одну черную сейчас еще эту съем и вот этот гриб попробую крепидот меня зоря зореница научила этому делу пробовать незнакомые грибы ну да пробуемся когда-нибудь не древесные грибы кроме галерин я не знаю чтобы были ядовитыми они тоже галерины древесные грибы а вот это вот очень хороший русский гриб трутовик крепидоты они очень ценные и полезные грибы ну сейчас посмотрим на дерево совсем другой стороне непонятно как снимать как цветочки вот они какие там дальше попробую снять час вот они вот они теперь то я до не добралась вот они это веточка ломается там это мешает так вот они какие я попробовала он довольно таки даже довольно таки даже вкусный не не терпкий как другие крепидоты и это даже хорошенький очень на вкус крепидот вот они как бутончиком растут интересно может мне ими заняться может мне их взять да и сварить да ладно уж и живут вот вот они похожи даже на молодильные грибы только молодильные грибы растут на земле а это вот на дереве интересно очень красота какая здесь полно дрожжалок а пока и до встречи